Сыграли три игры. Выиграли одну, последнюю с Динамо. Ну, игры смотрели, как играли в Новосибе. В принципе, ожидаю, что сыграем получше, начиная от себя. Уже взаимодействия будут у нас получше. В принципе, все будет, надеюсь, хорошо. Это пиза Белоголя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы поставили жирную точку в конце. Это не может не радовать. Мы здесь воодушевлены, как бы, этой победой. Мы надеемся, что здесь сыграем гораздо лучше. С лучшим результатом. Четыре игры. Будем стараться и пробовать все выиграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой мужчина с такими-то часами. Смотри. Подарок пацанов великому тренеру. Будущему великому тренеру. Подарок от нашей команды, от игроков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классная игра получилась. Хорошая. Ребята боролись. Все без претензий. Дали всем поиграть сегодня опять же. Получили игровую практику. Ну, сказывается, конечно, что первые темпы у команды соперников были сегодня лучше. Пусть дождут тогда они тоже. Чему нам все штаны нет? Ну, потому что подавали лучше и принимали лучше после первой две партии. У нас на всем упал. Потеряли диагональных. Не получилась игра. И как-то потухли. Не получалась вообще игра. Да. Сложно найти что-то хорошего. Играли без подачи почти всю игру. То есть не подавали нашу подачу. И, конечно, против хорошей команды, которая хорошо принимается и хорошо снимается с хорошего приема, всегда будет сложно играть. Играли плохо, а нашли способ выиграть. Это просто так держать, да? Или это реклама? Как вообще так? Ощущения, конечно, положительные, позитивные. Все-таки победа. Ну, тайбрейк всегда лотерея. Поэтому кому больше повезет, нам сегодня повезло больше. Рад за нашу команду. Боролись, бились. Вышли в такую равную игру с серебряными призерами чемпионата России. То есть удовольны, в принципе, игрой нашей. В Новосибирске команда опытная, сильная. Вовремя включились, вовремя Ильяс Куркаев там помог. Ну, наверное, какая-то удача только решила этот матч. Какой-то определенный момент, может быть. Да, пришел 14-15 был этот момент. Ну, я думаю, судьи лучше знают. Я все-таки игрок, я всего лишь играл в этот момент. Зачастливая команда, давайте с удовольствием не универеваясь. Илья, кровь сыгран, возьмите с удовольствием, если вы не увидите. Если вы не увидите, можете взять свою подводь, если вы не увидите, что вы не увидите. Что вы, судя, ну что вы не университете? Я думаю, физически сейчас всем тяжело. Поэтому мы будем дальше играть, стараться, выкладываться полностью. И надеюсь, что успех к нам придет. Все нормально, давайте, мужики. Первая партия была довольно сложной. Мне кажется, из-за того, что мы вчера сыграли очень хорошую, достойную игру из пяти сетов. Да, к сожалению, мы вчера проиграли, уступили довольно-таки хорошей команде. За счет чего выиграли, но, мне кажется, за счет нашего характера, за счет нашей сплоченности. Вытащили первую партию и во второй, прям уже разогретыми, так скажем, начали давить на пол, наставили шанс. Спасибо. Давай пять. Нас подзарядил Пашу. Эпичная защита. И после этого мы уже знали, что им деваться некуда. Они были обречены. Эпичная защита. Хорошая была сегодня игра, напряженная. Все концовки решались в два-три мяча. Буквально один отбеж выиграли на брейке и уже мы побеждали. Командная игра сегодня была на очень хорошем уровне. Много мячей доставалось, доигрывалось, что-то получалось, что-то нет. Но команда билась за каждый мяч, за этот. Цеплялась зубами, ногами, когда как. Поэтому классно. Все молодцы, хорошо себя проявили. В общем, все по плану. Настраиваемся на следующую игру, которая будет завтра. Будем биться. Завтра будет интересным. Завтра будет интересным. Завтра будет интересным. Перед игрой тяжело, конечно, было. Но когда выходишь на поляну, естественно, силы находишь в себе. А как иначе? Когда особенно результат на кону, по-другому никак. Хорошая игра получилась. Такая подготовка, мне кажется, имитация чемпионата. Потому что проходных игр не будет. Будут все игры тяжелые. Поэтому, можно так сказать, что удачно сегодня все сложилось. Тяжело начали, но вернулись в игру и добились своего результата. Поехали, но вернулись в игру и добились своего результата. Поехали, мы уже дальше едем. Поехали, браво. Видео свидетельствует. На что дальше борется? Соберяем! Соберяем! А сфотографы. Сфотографы. До волны. До новых встреч. Не получилось, наверное, последняя решающая игра наша. Понятно, что все хотели настроены были биться с «Динамо», что у нас получилось, в принципе, в первой игре в Казани еще. Там у нас и удача была на нашей стороне, и какие-то отскольки, сумасшедшие мячи, все получалось так, как нужно было нам, все в нашу пользу. А сейчас и «Динамо» играла немножко поагрессивнее, и на подаче, и в атаке. При хорошем нашем блоке у них залетали мячи, отскоки пальцев. Поэтому где-то мы недорабатывали, я думаю, и в защите, и в каких-то мелочах. Нужно в таких играх играть более четко. Турнир складывался неплохо для нас. Мы прибавляли от игры к игре, бились. Это очень тяжелое, на самом деле, испытание. Сколько там? Семь игр за девять дней, восемь за одиннадцать. Каждый внес свою лепту. Были хорошие игры, все отдались по максимуму. Да, за бронзу немножко не получилось. Но еще август месяц, у нас еще есть чуть больше месяца, чтобы подготовиться к началу чемпионата России. Все плохое мы сейчас оставим здесь, а все, что хорошее, было позитивное за эти практически две недели, чтобы путешествовали и играли. Это даст нам большой плюс в будущем. «Хотелось бы, чтобы были на каждой игре вот хотя бы такое количество болельщиков, которые были сегодня в Москве. То же самое, что было, когда был карантин по коронавирусу. Мы обязаны были играть иногда при пустых трибунах. Но это вообще как будто тренировка. Нет никакого адреналина, что ты какой-то мячик забил, достал, и зрители аплодируют, и у тебя прям идет прилив этого адреналина. А когда у тебя приходят на игры столько же, сколько человек как при коронавирусе, при пустом, ну это не очень интересно. Команда создали, я думаю, хорошее шоу. Это нужно проанализировать и сделать лучше, наверное.